Всем привет! В этом видео я покажу вам свой дом. И хочу рассказать о своих ошибках, какими ошибками я, естественно, недоволен, а какими решениями я очень рад и пользуюсь по сей день. Ну и познакомимся с вами ближе, вы увидите, как я живу и чем дышу. Вы на канале Дом на миллион, меня зовут Марат, пойдемте в гости. Когда я построил дом, баню и гараж, я увидел, что получилась нехватка в участке, детям негде гулять, а у меня их уже трое. И решил, что надо прикупить второй участок, там 11 соток, и удалось его забрать, потому что повезло еще на тот момент, потому что раскупала все, и у меня не было еще соседа, и я приобрел этот участок. Теперь, после покупки вот этого участка, у меня получилось, что всего уже 23 сотки. Здесь уже намного стало комфортней, детишки у меня бегают, здесь футбол гоняют летом. Итак, при входе нас встречает дом. Когда у меня было 12 соток, а у нас юг там, соответственно, я прижимал дом сюда, в эту сторону, потому что там я планировал сажать что-то. Сам дом изначально у меня получился в 200 квадратов, но потом я посмотрел, что у меня свободное пространство на крыше, и я думал, уже на тот момент было двое детей, я думал, надо им где-то зимой тоже бегать и играть, и получилось, что я сделал еще мансардный третий этаж. И в общей сложности у меня теперь получилось 280 квадратов. Сам дом размером 11 на 11. Выбирал проект я в интернете, просто взял картинку и сам лично его как-то скорректировал, дорабатывал. Есть, конечно, небольшие минусы, ну и в принципе в большей части там одни плюсы, то что меня в принципе все устраивает в нем. После, когда я построил дом и построил баню, которую мы сейчас дальше увидим с вами, мне некуда стало складывать вещи. Я понял, что по сути нужен какой-то хозблок. Ну, хозблок строить неохота было, и решил все-таки построить уже гараж. Куда как раз-таки, я вас сейчас проведу и познакомлю, ну туда я складываю все свои ненужные или строительные вещи. Когда, естественно, я потом решил строить гараж, у меня получился вот этот, я не знаю как назвать это, большим коридором, по сути косяк, который я говорю из минусов. Это когда вы строите дом без архитектора, без проекта. Вот получается вот такие площади, которые абсолютно не используются, и они не нужны. Итак, гараж, который в принципе я не использую для машины, а использую для хранения колес, бензогенератор, стабилизатор и многих-многих вещей. Ну, как вы понимаете, что я занимаюсь строительством домов, и, естественно, у меня куча строительных вещей, и часть из этих строительных вещей я храню у себя в гараже. И при этом у меня армия детей, и, конечно, половина вещей в гараже – это детские какие-то вещи, которые вообще не нужны, ну, выкинуть жалко. Сейчас годик-два полежат здесь, и потом мы, естественно, всё это выкинем. Ну, я думаю, так у всех. А, и, кстати говоря, я чаще всего такие чердачные пространства делаю, где, опять же, все хранят этот хлам. Ну, честно, закидывать тут очень много, и некоторые вещи тяжёлые, поэтому даже туда уже не закидываю. Пора уже изменять статус слова «гараж» на более, наверное, правильное слово, где вы храните весь хлам. По реальным вещам я пройдусь и вам расскажу. Смотрите, у вас за городом всё-таки должен стоять стабилизатор. Вот он у меня здесь стоит, он довольно-таки большой. Вот, и от него, кстати, идёт небольшой шум. Имейте в виду, что как раз-таки гараж очень удобен для этих вещей. Плюс здесь будет установлен бензогенератор. Сейчас он у меня находится на улице, но я его всё-таки перенесу сюда, это более комфортно. Выхлоп от бензогенератора мы пробьём в стене, и будет он дымить на улицу. А здесь у меня, кстати, атрибут и мечта каждого, наверное, мужика. Это полочки, где лежат саморезы, шуруповёрты и многое-многое другое. Именно для того, чтобы вы, потому что за городом живёте, вам надо что-то прикрутить, починить и так далее. Всё удобно, осталось только подписать, но это я скоро займусь этим. И после того, как я здесь возвёл гараж, и при этом в гараж я машину не завожу, ну, появилась идея пристроить к гаражу вот этот навес, где как раз-таки стоит машина. Очень удобно, снег не наметает на неё, и, в принципе, защищает и ворота, и мотор, что как раз-таки очень удобно. Участок, когда я здесь приобретал, по большей части мне помогли родители. И, честно сказать, я советую многим родителям помогать своим детям, если есть такая возможность. Это даёт нереальный толчок в жизни. И этим поступком они мне сэкономили много-много лет. При этом, если бы строился сейчас, на данный момент, то это в разы дороже было бы. И то, что я не договорил, когда мы приобрели этот участок, первым делом мы посадили три дерева, которые, честно сказать, бегали пять раз по участку. Вначале я их посадил там, потом где-то ещё, и в конце они оказались вон вдали. Это вишня и яблоня. И следующим этапом после посадки деревьев хотелось огородика, чем-то позаниматься. Я взял, заказал куб или полтора куба доски и сделал вот такие грядки. Они уже существуют больше восьми, наверное, девяти лет. Вот, мы их дополнительно сейчас покрасили, усилили уголками. Ну и там мы сажаем редьку, клубнику, огурцы и помидоры. Даже после я через годик установил две теплицы, потому что огурцы и помидоры в нашем климате плохо растут. Вот, и в теплице просто отбоя нет от огурцов. Теперь мы ведрами оттуда их таскаем. И помидоры тоже очень вкусные. Спору нет, в магазине это всё можно купить. И стоит это в разы, в десятки раз дешевле, чем вот это построить, поливать, выращивать. Ну, не знаю, как у многих, но у меня это вышло намного дороже. И так, жарень тут вообще просто пекло. Мне часто в комментах пишут, что я узбек или таджик. Я на это не обижаюсь, потому что я ко всем национальностям отношусь уважительно. И, по сути, какая разница, какой национальности. Сам лично я татарин. И родители у меня казанские, которые выросли в тетюше, мама, а папа в кукмаре. А сам я родился в Москве. Большую часть жизни я прожил в районе Митино. И где-то 9-8 лет назад я переехал сюда. Первые три года я снимал просто квартиру. А потом уже, когда достроил дом и баню, я уже переехал сюда. Как у нас у татар принято, первой постройкой у меня была эта баня. Потому что татарин без бани не может. Бани у меня это из сруба. Сруб я заказывал в Архангельске. Сам лично, кстати, туда полетел посмотреть. Живем, как ребята это изготавливают. Потому что были переживания. Почему Архангельск? Да потому что там дерево растет всего 2-3 месяца в году. А это, соответственно, более плотное дерево. Оно прослужит намного дольше, чем, например, какой-то более ближний город. Это бывает Киров, Тверь. Там, соответственно, растет дерево больше, там лето у нас больше, поэтому там более рыхлое дерево. И при этом, кстати говоря, вы мне, наверное, припомните, что я рекомендую все строить из камня. Это как раз-таки, опять же, моя ошибка. Из дерева лучше, конечно, конструктив не применять, не строить. Его можно, дерево можно отделывать здание. Но сами несущие стены, перегородки, их лучше выполнить из камня. Если бы сейчас я строил с высоты своего опыта, оно, наверное, уже где-то почти 10 лет опыта, и я бы, конечно, уже построил не из дерева, а из камня. И при этом, конечно же, скорее всего, я бы внешне, ну, особенно внутри это с дерева, да и, может быть, и внешне с дерева. Ну, это уже спорный вопрос. Тут кому что нравится, потому что еще у нас солнце, оно выжигает всю эту краску. Кстати говоря, через, наверное, пару-тройку лет мне придется опять перекрашивать уже баню, потому что прошло где-то уже 7-8 лет краски. Я думаю, уже скоро придется этот момент. Только в прошлом году, а это уже по истечению где-то 6-7 лет проживания здесь, я только привел в порядок весь свой участок. То есть закупил деревья, посадил газон, вот, и провел электричество, водоснабжение, которое здесь все само поливается, вечером светится. Двигался я этапами. По сути, ну, конечно, денег сразу не хватает на все, и силы, времени тоже на это надо уделять. Поэтому это делалось все этапами. По сей день есть куча вещей, которые я еще не закончил. Это с колодцем надо его обугородить, цоколь у здания нигде не сделан. Всегда есть, что улучшить. Ну, на этот год, наверное, хватит. А жена у меня как раз-таки занимается небольшим таким ландшафтом, и она придумала уже вот эту декорацию всю красивую, из камушков разных цветов, бортики вот эти. Докупили вот таких камушков, деревьев. Ну, я думаю, получилось очень красиво. По большей части у нас здесь хвойник, и это уже моя, так сказать, идея, я посадил вот здесь клён. Потому что хочу, чтобы дети видели, что у нас там осенью опадают листья, и это круто. Если бы не жена, конечно, это всего бы я бы не сделал. У меня бы, наверное, было бы всё в брусчатке, ну и, может, чуть-чуть газона. Это что касаемо участка. А в доме там тоже есть и плюсы, и минусы. Я как раз-таки о них тоже вам расскажу. А, и, кстати, пока не забыл, по большей части мы уличной террасой вообще практически не используем, не пользуемся. А вот закрытой пользуемся практически весь год. В баню мы сейчас с вами не пойдём. В принципе, мы уже снимали в коротком шорте в предыдущих роликах. А если вы хотите подробный обзор по бане, то напишите мне обязательно в комментариях, и мы снимем для вас обзор бани. Хорош, наверное, про участок уже рассказывать. А то ролик затягивается у нас. Вот. Давайте расскажем с вами о доме поподробнее. Вот здесь нас встречает навес, где, в принципе, чётко встают у нас велосипеды. Их удобно куда-то надо под навес складывать, чтобы их дождь, так сказать, не портил. И они у нас стоят здесь. Парковку я такую купил. Она, кстати, не очень дорогая. Вот. И у нас сюда встают велики. Ну что, пойдёмте в дом. А здесь нас встречает тамбур, где здесь внизу обувница, здесь у нас крючки. Ну давайте об этом поменьше. Вот здесь у нас ключница, где мы храним все ключи. Ну, немногим это надо знать. А здесь была идея отсечь тамбуром котельную, которая у нас здесь расположена. Можно здесь поснимать. Мы, кстати, снимаем реальность. Я ничего не убирал, чтобы вы видели, как мы в реальности живём. Да, есть где-то закламлённость. Ну, что делать? Здесь мы сушим вещи, потому что здесь жарко нереально. И детишки, и я занимаемся хоккеем и футболом. Но вещи хоккейные удобнее сушить здесь. При этом у нас здесь всё в котельной расположено довольно-таки удобно. Ко всему есть доступ. Что ещё вам рассказать о котельной, я даже не знаю. Это техническое помещение. Я уже снимал об этом много шорцев. Будем это отдельно с вами рассказывать. Где, что и как, почему. Вот, пойдёмте дальше. Кстати говоря, что я сейчас уже стал противником тамбуров. Вот эта дверь абсолютно не нужна и, по сути, не пользуемся. Вот, поэтому если бы у нас этой стены не было, то у нас открывался бы большой красивый коридор. Потому что при этом входные двери сейчас такие тёплые, с терморазрывом, если приобретаете, то ничего вам ни сквозить не будет через двери, там наледи, ничего не будет. Те, кто говорят, что там где-то что-то кого-то задует, вряд ли. Если у вас котельная находится в доме, то можно, в принципе, установить стеклопакет. И он не будет пропускать шум от котельной. Но, что я рекомендую, если вы строите с гаражом сразу дом, то лучше в гараж отправить эту котельную, чтобы она вообще у вас в доме не находилась. Здесь нас встречает холл, где как раз-таки лестница на второй этаж. Здесь же у нас расположен санузел. Можно пройти посмотреть. Совершенно обычный санузел с душевой кабиной. Сейчас бы, может, я каменную её бы не делал. Сделал бы её стеклянной, она бы меньше заняла места, пространства. Просто боялся, что брызги на стекле задолбаемся мыть. И поэтому решили сделать вот так. А двери сейчас делаются стеклянные с специальным покрытием. Ну, это обычное, а так можно купить уже с специальным покрытием, где капли эти не будут видны. Всю здесь плитку, так как экономил, брал на распродажах. И, естественно, сочетания каких-то там гармоничных, можно сказать, их нет. Ну, не знаю, насколько вы оцените. Вроде неплохо, а вроде и по-сельски. Большая кухня-гостиная, где, в принципе, человек проводит всё своё время, вечер. И я как раз-таки любитель и рекомендую строить именно большие кухни-гостиные. Потому что, ну, чаще всего всей семье вы проводите именно здесь. Раньше строили отдельно, кухни отделяли, боялись каких-то запахов. Никаких запахов нет. Если вы сделаете нормальную систему вентиляции, вытяжки, то совмещенная кухня-гостиная, это нереально удобно и классно. И выглядит это большое пространство, очень приятно. Установлен обеденный стол. Он, кстати, прикольный. Он вот так раздвигается, и можно посадить сюда 10, да даже, наверное, 12 человек. Когда у нас тут Новый год празднуем, мы его раздвигаем. И в котельной храним дополнительные икеевские стульчики и раскладываем здесь, к краям. Тут я установил два холодильника. Ну, честно сказать, удобное решение. Небольшой косяк у меня произошел, когда я заказывал. Один словахский, по-моему, был, а другой из Германии. И получилось, видите, разное производство. Хотя по марке один и тот же холодильник. Ну, видите, почему-то у них различаются по высоте ручки. Ну, вот так. Но это нереально удобно. Вы открыли один холодильник, надо открыли второй. Вот, и если вдруг у вас сломался один из холодильников, у вас второй всегда работает. Кухня у нас в минималистичном стиле. Она довольно-таки простая, но очень много шкафов. Сверху мы не хотели шкафы, чтобы более было воздушно и не напрягало ничего. И многие не хотят иметь открытые полки, потому что на них много пыли. Правильно делают. Кухню я эту покупал еще лет пять назад. Стоила на тот момент где-то в районе 350 тысяч. Но она очень огромная, большая действительно. То есть здесь больше 10 метров. Поэтому такая на тот момент дорогая. Сейчас, наверное, это уже стоит в два раза дороже. Здесь вообще каменная столешница сверху. Ну, есть у нее минусы. У меня в некоторых местах появились трещины. Кстати, может кто напишет, что с ними можно сделать. А газовщикам, кстати, отдельный привет, которые мне проектировали трубу. Очень эстетично и красиво смотрится. Задает стиль всей кухни. Антураж нереальный. Ну, здесь, как у многих, наверное, установлен телевизор. Но, в принципе, мы уже перестали им пользоваться. Максимум сейчас смотрят дети. И то мы уже, наверное, подумываем, что и вообще его снять. Кстати, где-то три месяца назад мне дети его уже один телевизор сломали. И вот он, кстати, здесь еще стоит у меня спрятанный. Я думаю, как его починить. Но, походу, его чинить не вариант. Потому что говорят, что это даже дороже, чем купить новый. А вот, кстати, о недоделках. Здесь я выводил под звук. То есть, колонки хотел туда повесить. Ну, так и осталось. Проводами будем отрезать, наверное. Ненужный. Просто ненужный. А, и, кстати, еще, и как я в предыдущих роликах вам рассказывал. Ничего не доделано. Плинтуса не доделано. Жена пилит. Ой-ой-ой. А, кстати, смотрите, какую клевую штуку жена где-то заказала. Я даже не знаю, где. Но все мои дети, их ладони. Прикольно. И, кстати, отличное решение у нас здесь под лестницей. Мы сделали кладовку. Оставляйте под лестницей пространство. Не закрывайте его. Или, как многие здесь делают, вот это все обыгрывает шкафом. Не так это красиво. А вот здесь, в принципе, все у нас хорошо расположено. Здесь установлен дополнительный морозильник. Там принтер. И там же есть ведра, пылесос хранится. И много-много чего другого. Здесь, кстати, шкафчики вот так тоже открываются, выдвигаются. Здесь и аптечка. И что-то еще. Чего я даже не знаю. На первом этаже, в принципе, у нас осталось только вот еще комната. Давайте посмотрим на нее. Квадратов, наверное, 14-15 комната. Здесь большой шкаф расположен по этой стене. Кровать. Везде выводил под телевизор розетки. Но этого точно не нужно. Если мы уже там не пользуемся телевизором, то в комнатах уж тем более. И многие строят эту комнату как гостевую. И у нас то же самое. Планировалось, что здесь будут спать гости. В итоге сплю я и двое детей еще вдобавок. По утру или один ночью, второй с утра прибегает, мы спим втроем. Да и вообще, гости за эти 9 лет, наверное, пару-тройку раз останавливались, чтобы переночевать. И то мы их отправляем наверх. Потому что, честно сказать, мне абсолютно лень лезть по этой лестнице куда-то. И здесь и прохладник, кстати. Здесь ни люстры нету, ни этих ночников. Вроде как правильно называются ночники же, правильно? Их тоже мы не установили. Не доходят руки. Я забыл вам показать, что мой рабочий кабинет, это барная стойка. Вон монитор. И там я работаю. Ну что, пойдемте с вами на второй мой нелюбимый этаж. Нелюбимый, потому что не люблю я лестницы. И ходить на второй этаж, я же, помните, что приверженец одноэтажек. А представьте, вы что-то забыли на втором этаже. Пошел опять за носками. Пошел опять за трусами. Здесь у нас расположены, так сказать, семейные фотографии. Тоже жена придумала. Моих эстетических качеств здесь бы не хватило. Эти фотографии закрывают мои косяки стен. Потому что на тот момент я нанимал строителей. У меня не были свои отделочники. И там очень много, поверьте, косяков на этой стене. И фотографии просто очень качественные, круто их прикрывают. Итак, здесь мы попадаем на второй этаж. И здесь косяк моего прораба пару сантиметров не досчитался или пересчитался. И эти косяки мы как раз-таки, так сказать, на себе испытали. И уже стараемся не попадаться. Видите, эта ступенька на пару-тройку сантиметров больше, чем предыдущая. Последнюю ступень всегда нужно сделать чуть меньше. Лучше чуть меньше, но не больше. Кстати, минус двухэтажного дома. Вот это пространство вы, в принципе, не пользуетесь. Что, по сути, лестницей, чтобы попасть на второй этаж. Что вот этим холлом на первом и втором этаже. Вы обязаны его сделать. То есть вы тратите деньги, большие деньги, чтобы произвести эту площадь. Ну, давайте посмотрим дальше комнату. Она, в принципе, дублирует. Тут ничего такого, в принципе, что и на первом этаже такая же абсолютно комната. Здесь также где-то плюс-минус 15 квадратов. Назначение этой комнаты как раз-таки вот здесь больше гостевая. Здесь редко кто спит. Вот. И пустует комната. Но с учетом, что у меня трое детей, я думаю, скоро она не будет поставать. Конечно, детишки сейчас еще мелкие. 8, там 6 и почти что 3 годика. Но, надеюсь, скоро им понадобится комната с двухспальной кроватью. Итак, подошли мы к основной комнате. Это наша комната с супругой. Ну, по большей части они сейчас с супругой и с маленьким ребенком. Спят здесь. И здесь мы поставили еще дополнительную комнату побольше. Здесь мы поставили дополнительный комодик. И планировалось, что здесь я поставлю стол и буду работать здесь. Ну, опять же, ноги не доходят до второго этажа. И за целый день приходится за компьютер садиться по 15 раз. Вы понимаете, да, почему я не здесь работаю? Это спальня плюс-минус где-то 18 квадратов. Пойдемте дальше. Третья комната, это у нас детская. Хотя дети почему-то не спят в ней. Здесь две кровати. Здесь установлен шкаф. Детская горка, которую покупала я где-то на авито за 3000 рублей бэушную. И она с нами уже ходит. Десятый год со съемной квартиры переехала сюда. Вроде держится, мне еще не сломали. Ну, здесь комната, по сути, для двоих сыновей. И здесь старший как раз-таки учится. Он уже ходит где-то в третий класс, по-моему. А, поступит в третий класс. И вот его медали, которые он уже завоевал. Спальня здесь около 14 квадратов. Для двух детей тут места предостаточно. И стол поместился, и горка. Поэтому, в принципе, отличная, шикарная комната. И как многие думают, что надо строить двухэтажный дом под гостей, детям по разные комнаты. Поверьте, не спят они в разных комнатах. Они будут в одной комнате спать. Или с вами же. Вот. И для гостей... Ну, зачем строить, чтобы она пустовала? Поэтому обязательно стройте, если у вас небольшая семья из трех-четырех человек, одноэтажный дом с минимальным количеством комнат, которые нужны именно вам. И все. Поверьте, дети вырастут и жить с вами не захотят. Наступит 18-20 лет, они уедут. И лучше эти деньги вы потратите, купите им в будущем однокомнатную квартиру. Вот тогда они скажут огромное вам спасибо. А что касаемо гостей, не надо им создавать комфортные условия. Вы сами понимаете, почему. Купите надувной матрас, и их можно разместить или у себя в комнате. Может быть, даже они не останутся. Но здесь мы снимем как есть. Не будем ничего убирать, чтобы вы видели, как это на самом деле все расположено. Это душ, которым мы, в принципе, на втором этаже не пользуемся. Все моются на первом этаже. Здесь стиралка, сушилка, мойка, туалет. И здесь ванна установлена. Честно сказать, из-за того, что баня, мы ей не пользуемся, только вот максимум мелкие дети, которые там старше, уже, кстати, двое не пользуются тоже. То есть они ходят в баню. На самом деле, открытие века, я раньше не знал, я не пользовался, это сушильная машина. Скоро вот этого, скорее всего, уже не нужно и не будет. Постирали здесь, тут же закинули в сушилку, и потом тут же можно здесь сложить и отнести, если у вас есть гардеробная, в гардеробную. Кстати, насчет гардеробных, реально крутая штука. И, в принципе, если такое пространство у вас получается, лучше сделать, очень удобно. Вот. Здесь у нас, получается, открытые шкафы. Здесь не нужно открывать все это дело. И здесь все умещается. Носки, трусы, все здесь. И опять у нас везде недоделки, как обычно. Пойдемте на третий этаж, который у нас спонтанно получился. В проекте его вообще не было. Да и проекта у меня, честно сказать, тоже не было. Вот опять недоделка. Ну, здесь, в принципе, мы с детишками играем иногда. Очень прикольное пространство. Здесь и настольный теннис можно поиграть. В футбол мы играем, и в хоккей. Все здесь. Нереально крутая зона. И удалось поставить даже мансардные окна. Довольно-таки светло получилось здесь. Еще, конечно же, нужно доделать эти узлы. Но, опять же, до всего руки не доходят. Занимает очень большое количество времени это. Прикольное место, где детям выделен целый этаж. И, в принципе, дозволено практически здесь все. Могут в футбол играть и так далее. Не жалко, в принципе, куплены самые дешевые обои, самый дешевый ламинат. Пускай убивают. Задача, чтобы они здесь уставали и ложились вовремя спать. Да, детишки? А вот тут жена мне подарила такую штуку красивую. И, видимо, задолбало ее вот эти медальки в пакете. И прикольно получилось. Все мои медальки, которые я когда-то что-то забоевывал, здесь они размещены. Красиво вроде получилось. Тут у нас выигранная победа в 2006 году по мини-футболу. Здесь я стал лучшим бомбардиром 2009-2010 года, в 12-м чемпионате Мифл. Здесь я в Красногорском чемпионате в прошлом году, в 2022-м, стал лучшим бомбардиром. И много дополнительных наград. Здесь хоккей, футбол, пинбол. Но по большей части по любителям. До 15 лет я где-то профессионально занимался, дальше это все любительское уже. Ну, технология строительства, в принципе, у нас сохранилась и на нынешний лад. Здесь фундамент построен ростверковый. Дальше стены мы возвели здесь 40-е из газобетона, плотностью D400. Неутепленный дом, как многие за это переживают. Уже вот за 8-9 лет с домом ничего, никаких проблем. Мы в прошлом году делали систему вентиляции по каждой комнате. Сейчас я пройдемте с вами, покажу их. Мы вырезали эту стену и абсолютно ничего с стеной не происходит. И крышу мы сделали из мягкой черепицы двухслойной. Доску использовали 50 на 200. Как вы видите, на крыше, по сути, подпорки только идут по краям. По центру никаких подпорок нет. Это вальмовая крыша, она держит сама себя. И сейчас дома, которые мы строим, уже отработаны настолько. За 8-9 лет строительства мы уже учитываем очень мелкие моменты, которые мы столкнулись, с которыми люди столкнулись и нам сказали, что вот здесь можно было бы вот так. И мы эти моменты обязательно учитываем и применяем их в будущем строении. То есть человеку, в принципе, уже практически не надо думать, не появляться на стройке, мы за него все думаем. Опыт огромный и нам не жалко, мы за это не берем никаких денег. И даже когда люди к нам приходят без проекта, мы помогаем и рассказываем, как лучше в данной ситуации с этим домом поступить. Какие моменты мы, с чем мы столкнулись и готовы с человеком поделиться. И у нас, нашему каналу уже скоро стукнет 2 года. И наша идея этого канала была поделиться со всем населением нашей необъятной страны. И страны наши, и нас смотрят не только Россия, я думаю. И мы делимся со всеми, чтобы с какими моментами мы столкнулись, мы готовы с вами поделиться совершенно бесплатно. Бывают всякие комменты пишут, и, видимо, у людей там свои какие-то проблемы. Мы делимся своим опытом. Мы не убеждаем вас, что делаете именно так. Вы можете делать, как вы хотите. Но вы можете учесть наши ошибки, которые мы допустили, вам рассказываем. И применить какие-то моменты, которые мы поняли, что они действительно работают и правильные. И последний элемент дома остался. Это у нас терраса. Она пристраивалась позже. Во-первых, потому что у меня дом квадратом был. И надо что-то было добавлять. Чтобы красивый дом выглядел. По поводу красоты дома мы еще вернемся с вами. И получилась эта терраса. Но по большей части мы не пользуемся. Так как здесь и ветер, и комары могут налететь вечером, и холодно довольно-таки становится. И на посуде, если здесь оставишь посуду, то пыль налетает. И мы не пользуемся именно барбекюшки в бане. Она крытая у меня. Там, в принципе, отапливается. То есть, можно пользоваться круглогодично. Там же есть и раковина, где вы посуду помоете. О, малышок стучит. Привет! Привет, кремушка! В общем, если... У меня даже мысли уже приходят к тому, что вот эту террасу в будущем я, наверное, застеклю. Поэтому, если даже вы планируете, например, отопление по дому. Вот сейчас мы рекомендуем людям вывести трубки отопления. Вдруг вы ее застеклите, и можно отапливать эту террасу дополнительно. А так, такая терраса сильно дорого выходит. Из удачных элементов еще то, что мы сейчас делаем, отмостки метр двадцать. Это очень удобно. И вокруг дома используешь эти отмостки, как дорожки. Не надо дублировать. Все шикарно. Можно там с какими-то вещами, лопатами и так далее. Ты ходишь вокруг дома. Все довольно-таки удобно. А некоторые делают их маленькие, шестьдесят сантиметров. И просто невозможно ходить. Приходится ходить по газону или делать еще дорожки. Яркий пример, что дом строился без проекта. В принципе, вроде не обращаешь внимания, выглядит все довольно-таки неплохо. Но это, честно сказать, меня спас архитектор, который так круто отрисовал дом. Потому что до этого он выглядел очень неудачно. Окна, видите, разнятся. То есть они немножко неправильно обыграны. Потому что не было проекта. А архитектор, архитектор зовут Витя. Витя, тебе огромное спасибо, если ты смотришь. Он просто спас мой дом. Он сделал такие элементы, добавил, что, во-первых, расширили окна. Окна у меня были маленькие. Кстати говоря, делайте большие окна. Потому что сейчас через тепловизор в сравнении со стеной внутренней, там разница 5-7 градусов. То есть сейчас такие крутые окна делаются, что нет смысла делать их маленькими. Делайте большие, и будет у вас больше света в комнате. И он спас этим элементами, как раз-таки добавил ширину этим окнам. И, кстати говоря, вот этих выступов не было. И все это добавил он, эти элементы. И это получилось реально здорово и красиво. А вот, кстати, эти элементы. Это клапана, которые мы добавили только в прошлом году. В принципе, протестировал на себе, опять же, этой зимой. Шикарная штука. Перестал спать в комнате с открытой дверью. То есть дверь у меня сейчас закрывается. И мне дышится в комнате все отлично, все шикарно. Я это снимал на шорцах про клапана. Можете посмотреть более подробно. Так очень жалею, в принципе, что не сделаю раньше эти клапана. Нереально крутая штука. Я действительно пользуюсь, и стоит она копейки. Ну, постарался рассказать вам основные моменты по своему дому. Надеюсь, вам все понравилось. На собственном доме я, в принципе, все обкатывал. Все проверял, все какие-то моменты, которые я хотел внедрить. Что-то зашло, что-то не зашло. Что зашло, я использовал уже и предлагал людям. Ну, надеюсь, ролик вас не утомил. Старался быстро рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Скоро, кстати, выйдут новые обзоры домов. Двухкомнатные, двухкомнатные с гаражом. И еще несколько вариантов. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайк, если вам понравилось. И задавайте свои вопросы в комментах. Если про баню будет интересно, обязательно сниму ролик. Напишите также в комментариях. Спасибо, что смотрели. Всех ценю, люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok